Продолжение следует... Если вы не знаете, что это такое, то вы можете открыть любую поисковую систему, вбить «Щедрый вторник» с хэштегом и выйти на прекрасный сайт. Это «Щедрый вторник» или «Giving Tuesday». Это сайт инициативы «Щедрый вторник» в России. Вообще, это общемировой флешмоб, который связан с благотворительностью. И суть его не только в том, чтобы сделать в этот день какую-то благотворительную акцию или помочь какому-то фонду, но еще и обязательно рассказать об этом, потому что одна из идей флешмоба – рассказать, что благотворительность существует, что люди помогают друг другу. И те активности, которые мы в этот день, а он будет 28 ноября 2017 году, все активности, которые мы в этот день делаем, они направлены не только на конкретную помощь, но и на то, чтобы доброе дело о себе рассказало. В общем-то, наша задача сегодня – посмотреть, какие можно устроить к этому флешмобу акции. Ну и не только к флешмобу на самом деле, но и вообще, какие можно устроить благотворительные акции в честь. Пока вы работаете. Так, сейчас я достану свои бумажки. И что для этого нужно? То есть какой для этого чек-лист? У нас, в общем-то, с вами так и будут проходить работа. Мы будем придумывать или рассматривать идею, смотреть, что для этого нужно, и пробегаться по чек-листу. Большие, красивые инструкции вы тоже сможете найти на сайте «Щедрого вторника». Я вам раскрою тайну. В конце нашей презентации мы дадим адрес сайта «Щедрый вторник». То есть даже вот так будет. Заявлена работа у нас до часу, но я думаю, что мы справимся к 12 часам. Это будет не самая сложная и не самая долгая работа. Ну и поехали. Вообще, когда мы говорим о каких-то флешмобах и акциях, у нас встает вопрос об идее. Мы либо можем взять готовую, либо можем придумать свою идею. Вот мы сначала пробежимся по некоторым готовым идеям, которые работают, которые мы уже откатывали, а потом поговорим о том, как можно придумать свою идею. Минуту. Сколько по времени? Два часа? Окей, хорошо. Простите. Ну что ж, что у нас есть из готовых идей? Вообще у нас есть из готовых идей всегда любая волонтерская акция. Волонтерская акция подразумевает, что мы собираем некоторое количество людей, эти люди что-то делают. Например, как Том Сойер, красят забор. Только сами и действительно получают этого как какое-то удовольствие. Или убирают что-то, или придумывают какую-то активность и для некоторой целевой аудитории ее проводят. Волонтерская акция может быть очень разной. У нас была прекрасная акция с клубом U-Time. Мы устраивали городскую квест-игру. И это тоже была волонтерская акция. У нас были волонтеры с машинами, которые развозили наших замечательных подопечных по квестовым цепочкам. И, в общем-то, это было весело. И это было интересно. Для волонтерской акции, естественно, также мы выбираем, что мы делаем, где мы делаем, с кем делаем и для кого делаем. Вопрос не праздный, потому что, во-первых, все зависит от того, есть ли у нас пул волонтеров. Если у нас, например, есть пул волонтеров, и мы знаем, что эти волонтеры очень любят что-нибудь чинить своими руками, то мы просто находим организацию, которой нужен ремонт. Выезжаем с волонтерами, договариваемся и ищем, что для этого ремонта. Очень часто там, может быть, есть ресурсы у организации на ремонт, то есть есть там какие-то вещи, но нет рук. Или нам нужно что-то отмыть. В приютах для животных очень часто, например, нужно что-нибудь отмыть или что-нибудь вынести, или что-нибудь починить. У них есть для этого, допустим, доски, есть, что выносить, но нет людей, которые готовы этим заняться. Поэтому мы выбираем, кому мы помогаем, каким именно образом мы помогаем, и что могут наши волонтеры. Мы не забываем, что наши волонтеры могут быть разными людьми. Это могут быть школьники, и тогда нужно за ними глаз до глаз, и они не должны делать тяжелую работу. Это могут быть студенты из различных РСО, строительных отрядов, которые могут, умеют и практикуют разного рода работу. Это могут быть волонтеры старшего возраста, которые готовы, допустим, прийти в какое-то учреждение, занимающееся детьми, и научить этих детей печь пироги, или вязать, или просто позаниматься с ними. И мы должны понимать, что нам для этого нужно будет, то есть какие нам нужны будут ресурсы. Если это, например, акция, когда наши волонтеры старшего возраста проводят какой-то флешмоб по вязанию, то нам нужны нитки, спицы, крючки и все прочее. Мы должны понимать, где мы это возьмем. И это может быть прекрасная активность, чтобы рассказать о ней в честь щедрого вторника. Почему нет? Мы должны обязательно оформить договорные отношения хотя бы на уровне соглашения какого-то письменного с тем учреждением, куда мы идем со своими волонтерами. Во-первых, это нужно для того, чтобы мы, и это всегда нужно для того, чтобы как организация мы могли потом отчитаться о том, что мы что-то сделали. То есть у нас есть минимальное соглашение о партнерстве, о том, что мы что-то делаем друг для друга. И организация, в которой мы что-то делаем, ей тоже могут понадобиться эти бумаги для отчетности о своей деятельности. То есть это вот такой внутренний бюрократический наш аспект, без которого мы тоже никуда не денемся. Потому что если мы, например, вывозим что-то, проводим акцию, а средства на покупку тех же крючков и ниток берем из какого-то проекта, то нам нужно будет для этого проекта потом отчитаться. И не только тем, что мы потратили средства, но и тем, что мы куда-то сходили. Но это к вопросу о проектах. А об акциях еще один момент. Мы должны понимать, что какие-то отношения, которые мы оформляем на бумаге, то есть о том, что мы соглашаемся друг другу оказать какую-то помощь и принять эту помощь, они тоже нам очень сильно помогают, когда дело касается урегулирования взаимопонимания. Потому что такое может быть, что мы, например, друг от друга, от нас наша принимающая сторона ждет одного, а мы готовы дать другое. И когда мы начинаем подписывать соглашение, мы понимаем то, что конкретно мы будем делать. То есть, например, от нас ждут, что мы проведем мастер-класс на 4 часа, а мы, допустим, с нашими волонтерами готовы на 2. Пока мы оформляем все эти отношения, мы устанавливаем связи и устанавливаем сроки. И таким образом мы... Это не страховка, это умение точно понимать, что мы с партнерами друг от друга ждем. И это очень важно. Потому что добрая инициатива и порыв – это хорошо, но мы как организации с вами должны понимать, что мы должны не только порыв какой-то произвести, но и сделать так, чтобы этот порыв хорошо закончился. Нам понадобится чек-лист, и нам понадобится... В этом чек-листе мы обязательно... Я отдельно вынесла доставку и питание. То есть, если мы вывозим волонтеров на целый день, то в этой волонтерской акции, в чек-листе мы должны обязательно учитывать транспорт, как мы будем добираться, сами мы будем добираться, или мы что-то организуем, или что-то еще произойдет. И как мы будем кормить наших волонтеров, если мы будем их кормить. Но это обязательная штука. Потому что если они выезжают на целый день, может быть, их принимающая организация чаем покоет, может быть, что-то еще, может быть, они сами что-то привезут. Но это нужно учитывать, потому что нет ничего печальнее, чем голодный волонтер. Настроение сразу падает у них. В этом чек-листе у нас обязательно должно быть все, что нам нужно с собой взять. Если это мастер-класс, допустим, по, опять же, вязанию, то у нас должны быть нитки, должны быть крючки. В этом чек-листе мы отмечаем, во сколько, когда мы собираемся, что мы собрались, что мы взяли с собой все материалы, что мы пересчитали и взяли всех волонтеров, что у нас есть контрольный звонок в учреждении, что нас там ждут. И, в общем-то, мы должны понимать, мы по этому чек-листу сверяемся, все ли у нас хорошо, все ли у нас идет по плану. До того, как мы, например, уже отправились в этом чек-листе, мы можем указать и нужные экстренные телефоны. И если нам нужно помещение для волонтерской акции, то туда мы вписываем помещение. То есть мы готовим большой длинный список о том, когда мы готовимся, что нам нужно. И обязательная часть акции, которую мы берем на себя как организаторы, это пост-релиз и отчет. Пресс-релиз у волонтерской акции тоже может быть, но пока мы ее организовываем, и если у нас нет специального человека, который отвечает за информационное сопровождение, то так может быть, что пока мы готовим эту акцию, мы забываем про пресс-релиз, и мы забываем писать, что наши замечательные волонтеры поедут там, допустим, учить детей вязать. Но пост-релиз мы просто обязаны написать. Особенно если эта акция проходит в рамках «Щедрого вторника», и к 28 ноября вы ее приурочили, то поскольку идея флешмоба рассказать о том, что мы делаем добрые дела, мы просто вот, это наша обязанность взять и написать об этом, и поставить хештег «Щедрый вторник». В этом пост-релизе мы не стесняемся писать о том, что мы действительно приехали, что мы потратили два часа, что поснимать и пофотографировать наших замечательных благополучателей, пофотографировать нашу работу, написать, взять отзыв у тех, для кого мы делали доброе дело, и взять отзыв у тех, кто делал доброе дело. Это должны быть простые человеческие слова. И написать, вставить к себе на сайт, или отправить в СМИ, и рассказать о том, что да, у нас прошла такая инициатива, нам было очень весело, и это было очень интересно и приятно для всех. Это что касается волонтерской акции. На самом деле вы сейчас увидите, что почти все слайды у нас повторяются друг с другом. Благотворительный забег, или какое-то другое благотворительное спортивное мероприятие. Опять же, на сайте «Щедрого вторника» вы сможете увидеть очень подробную такую штуку, вот пошаговую. Сейчас я вот ее даже покажу. Вот я для себя распечатала. Там вот прям такие шаги. Как подготовить длинную, как подготовить благотворительную спортивную акцию, а с вами мы рассмотрим на формате благотворительного забега. Когда мы готовим благотворительный забег, мы опять выбираем, что делаем, где делаем, с кем делаем и для кого. Поскольку наш благотворительный забег – это мероприятие совместное с благотворительным фондом «Амвэй», то они помогают нам выбрать, для кого делаем. У нас есть конкурсная… За несколько недель до благотворительного забега у нас объявляется конкурс на то, чтобы получить средства. То есть это небольшие проекты, которые пишут учреждения. Это детские больницы, учреждения социальные, работающие с детьми. И, соответственно, у нас есть уже заявки. Мы понимаем, на что в рамках этих заявок мы будем тратить средства и сколько средств нужно, если что, каждой конкретной организации. Мы не выбираем, что мы делаем, потому что у нас уже есть формат «Благотворительный забег». Мы выбрали, где делаем. Мы делаем на набережной, и мы это делаем постоянно. Но вы должны учитывать, если вы проводите массовые мероприятия, что это место должно быть удобно не только для проведения вашего конкретного мероприятия, но оно еще должно быть желательно общественным, чтобы было проще согласовать проведение массового мероприятия. И вы должны понимать, что вы должны обратиться в администрацию своего города с письмами и получить разрешение на проведение массового мероприятия. И вы должны обратиться в полицию, чтобы вам обеспечили защиту этого массового мероприятия, потому что вы в ответе за тех, кто к нему приходит. И вы должны договориться, каким-то образом обеспечить медицинское сопровождение. мы договариваемся с скорой помощью, то есть мы предпочитаем, чтобы у нас в это время на поле были профессиональные врачи, потому что если с кем-то, не дай бог, что-то случится, то это будет тоже наша ответственность. Иначе нам придется с каждого нашего участника брать расписку о том, что мы, если что, не несем за него ответственности, и в результате у нас прям, ну это практически невозможно сделать. И мы должны обязательно, когда мы проводим какой-то благотворительный, когда мы проводим благотворительный забег, у нас должны быть на руках документы. Потому что суть благотворительного забега в том, что люди не только бегут, но и делают благотворительное пожертвование. Благотворительное пожертвование они делают в ящик, и этот ящик должен быть задокументирован по всем правилам. У нас должен быть акт на установку ящика, у нас должен быть опечатанный ящик, и когда мы этот ящик будем скрывать и пересчитывать наше пожертвование, у нас должны быть все документы, которые регламентируют этот сбор. То есть это мало просто поставить ящик для сбора средств и закрыть его на замок. Нужно, чтобы у нас были все документы. К тому же, кроме того, у нас есть все документы, опять же, соглашения, которые мы заключаем с нашими партнерами. У нас есть документы от администрации города, что у нас есть разрешение на проведение мероприятия. У нас есть документы от тех служб, которые мы включаем. У нас есть разрешение, допустим, на то, чтобы подключить аппаратуру. То есть мы ходим в Горсвет, потому что нам нужно подключиться. Они нас подключают к различным энергоносителям, чтобы у нас что-то было. У нас было там, допустим, было освещение или были микрофоны. Если мы используем какое-то музыкальное сопровождение, у нас должны быть документы, потому что есть такая штука, как, допустим, авторские права, и мы не можем просто включить какую-то музыку. То есть мы должны понимать все количество документов и учитывать все количество документов, которые нам понадобятся для проведения большой благотворительной спортивной акции. Мы должны выбрать способ сбора. Это очень важно с юридической точки зрения, поскольку мы не можем, допустим, на своем мероприятии продавать, грубо говоря, билеты на забег, потому что это с точки зрения юридической будет не совсем правильно. Поэтому мы должны понимать, что это благотворительный сбор, что у нас люди делают пожертвования, они что-то выкупают. Мы должны учитывать этот момент. И, соответственно, у нас уже отработанная схема, по которой мы это делаем. У нас есть партнеры, юристы, которые помогают нам разобраться в том, насколько мы удачно выбрали форму. Вам лучше всего тоже найти каких-то людей, подкованных в юридическом смысле, чтобы вы, например, вместо благотворительной акции не провели какую-нибудь, не знаю, благотворительную распродажу и не получили по шапке от соответствующих органов налоговых. То есть это важно. Мы должны понимать, как мы собираем участников. Нам в благотворительном забеге повезло, поскольку мы это делаем с партнерами. То индивидуальные предприниматели АМВЭевские являются участниками этого забега. Это, собственно, их подарок детским учреждениям. Они туда приходят, они готовы к этому мероприятию, для них оно традиционное. Если вы не сотрудничаете с какой-то корпорацией, допустим, и это не корпоративные мероприятия, где люди приходят к вам на мероприятие целыми отделами, или членами одной компании, то вы должны понимать, как вы будете собирать тех, кто придет на ваши спортивные мероприятия благотворительные. То есть либо вы будете в СМИ работать, и тогда вам понадобится либо очень активная поддержка СМИ, либо достаточно много времени. Или вы работаете, например, с какими-то учреждениями, и тогда приходите к ним, рассказываете и показываете им, что у вас, в общем-то, все готово, и приглашаете их принять участие в спортивном мероприятии. Но мы на забеге... У нас на забеге происходит... У нас люди делают благотворительное пожертвование, приходя на забег, они к этому готовы. А к чему будут готовы ваши благополучатели, тоже нужно понимать. Нужно, чтобы они так же, как вы, понимали, что они делают. Если это просто, например, спортивное мероприятие, в рамках которого спортсмены агитируют сделать пожертвование в пользу какого-то фонда, да, то это одно. Если они прямо делают пожертвование, то это другое. И вы, и те, кто к вам придет, должны иметь одинаковое представление вашей спортивной акции у себя в голове. То есть есть спортивные акции, которые призывают людей к чему-то, например, забег там в пользу какого-то фонда, где люди, собравшимся журналистам, рассказывают об этом фонде. Такое тоже может быть. И это может быть небольшое мероприятие, где будут какие-то медийные лица. Или это может быть действительно благотворительная акция, которая связана с чем-то. Мы опять не должны забывать про свой чек-лист, в который входит и доставка волонтеров, и волонтеры, которые вам понадобятся на мероприятие, и количество документов, и то, что вы все согласовали с юристами, и то, что вы все согласовали с городскими службами, и что у вас есть помощь врача, и у вас есть охрана полиции ваших гостей, гостей вашего мероприятия, что у вас есть способ сбора, если вы собираете, что у вас есть чай горячий, если на улице прохладно, если вы планируете это делать. То есть в этот чек-лист вы обязательно вписываете все-все до мелочей, что вам понадобится, вплоть до того, как вы будете доставлять инвентарь, увозить инвентарь, кто вам будет подключать там, допустим, ваши микрофоны и к чему, кто будет что-то транслировать, кто будет фотографировать, кто будет записывать. И в чек-листе вы должны обязательно указать пункт о том, что вы зовете в СМИ и какие СМИ к вам приходят, потому что на благотворительный забег или на спортивные мероприятия присутствие СМИ обязательно. Это, во-первых, интересно для них, то есть это интересная акция и всегда яркая картинка, а во-вторых, так вам будет проще отчитаться. Обязательно, если мы собираем на нашем мероприятии какие-то средства, то мы должны отчитаться на сайте о том, что мы собрали эти средства, сколько мы собрали, куда они пойдут, и, конечно же, отчитаться в социальных сетях и не забываем про наш любимый хэштег. «Щедрый вторник», потому что так мы опять рассказываем о том, что благотворительные события происходят в этом мире, что они существуют и они работают. Особенно классно, если вы расскажете, что вы собрали средства или если в ходе вашего мероприятия, где вы рассказывали о каком-то благотворительном фонде, в этот день люди начали в него жертвовать, то лучше всего рассказать, сколько было пожертвовано и, поставив это с хэштегом, рассказать другим людям в социальных сетях о том, что вот это действительно работает, что можно действительно рассказывать про благотворительные фонды и получать какой-то отклик. Что у нас еще? Какие форматы еще могут быть? Это вот фотографии с нашего забега. Вот у нас, например, в чек-листе обязательно стоит доставка и вот этой прекрасной арки, и то, как мы будем ее надувать. У нас стоит в чек-листе, кто будет и как будут надувать шарики. Ну, потому что это все эти мелочи, на самом деле, очень важны для проведения акции, чтобы не оказалось так, что мы такие пришли. У нас такая большая задумка, у нас все есть, но наши пять волонтеров надувают шарики и издуваются сами. То есть, как кто это будет делать? У нас вот палаточка есть для защиты от погодных условий. То есть, вот такая вот. И вот так вот у нас проходит забег с номерами. Это наши замечательные амвеевские индивидуальные предприниматели. Они все в зеленом. Это, кстати, очень интересно и красиво выглядит. Это такая фишечка, которую можно использовать, когда все выполняется в едином стиле. Это красивая картинка. Мы можем сделать флешмоб. Это может быть... Ну, под флешмобом понимается же очень сейчас широкий спектр событий, которые мы можем организовать от какого-то уличного до в социальных сетях. Опять же, если мы собираем во время этого флешмоба средства, то есть, например, рассказываем, просим людей пожертвовать с помощью смс в пользу какой-то программы средства, то мы должны опять понимать, в пользу какой программы мы эти средства жертвуем и как мы регламентируем отношения с этой программой. И да, очень важно, если это уличный флешмоб со сбором, и ваши волонтеры этим занимаются, не для вашей организации, то у вас просто обязательно должен быть какой-то договор у волонтеров, какое-то письмо о том, что они действительно там, допустим, во время этой акции собирают средства именно для конкретной программы, потому что сейчас очень много развелось мошенничества, когда люди просто ходят с ящиками, собирают там для фондов, а фонды даже не в курсе о том, что для них что-то делают. То есть документы у вас должны быть всегда. Нет благотворительной акции, особенно связанной со сбором средств, для которой вам не понадобится какая-то документация, какие-то соглашения. Мы опять выбираем, что мы делаем, где делаем, с кем, для кого и как именно. Это может быть флешмоб информационного характера, где вы будете рассказывать о способах пожертвования в пользу какой-то программы. У нас, например, есть программа «От сердца к сердцу», есть короткий смс-номер. И мы, например, можем сделать флешмоб, где наши волонтеры будут с танцами и песнями предлагать всем на короткий номер 3434 отправить сумму и помочь детям. То есть это может быть такая информационная штука. Это может быть какая-то акция с ящиком, хотя мы стараемся все-таки отказываться от уличных сборов и от ящиков. Это может быть какое-то интересное событие, устроенное нами в помещении, но об этом немножко попозже. Это может быть флешмоб в социальных сетях. Самый простой флешмоб, который мы можем сделать к щедрому вторнику, это договориться со своими друзьями, то есть начать вирусный хвост и помочь какой-то организации. Например, можно помочь программе от сердца к сердцу, взяв информационные материалы программы и начав их по цепочке распространять. То есть самый простой способ флешмоба это когда я у себя на страничке пишу «Давайте поможем!» и передаю, например, кому-то из своих друзей, ставя его в свой текст, информацию, он это видит, репостит к себе на страничку, тоже пишет свой текст о том, что «Давайте поможем!» помогает и, допустим, предлагает кому-то еще раз распространить информацию. То есть когда мы по цепочке, как горячую картошку, передаем какую-то нашу новость. Мы можем сделать флешмоб, посвященный вообще информированию людей про щедрый вторник. Вот я, например, сделаю небольшой текстик и картиночку о щедром вторнике и думаю, что предложу своим друзьям сделать репосты. Это такой самый простой способ рассказать людям о том, что происходит. Вы можете рассказать таким образом в интернет, допустим, флешмобе о том, какая акция у вас будет проходить. То есть о том, что вы, например, будете проводить месяц акцию «Купил, отдал» и в каких это будет магазинах проходить. Вы можете предложить людям что-то сделать в рамках щедрого вторника и в рамках флешмоба. Например, собраться и вместе помочь кому-то или оглянуться и увидеть, каким вашим, допустим, соседям, бабушкам, дедушкам нужна помощь и предложить им эту помощь. И это может быть флешмоб, который начинается онлайн с призыва и проходит оффлайн в реальном времени. И потом вы обязательно отчитываетесь в социальных сетях или если это был организованный флешмоб, рассказываете СМИ о том, что вы сделали. Но тут нужно понимать, если вы организуете акцию на улице с танцами, плясками и информированием, то вы рассказываете об этом СМИ, а если это ваша индивидуальная акция и вы, например, предлагаете, делаете сами, предлагаете своим друзьям помочь вашему престарелому соседу или престарелой соседке, то вы просто рассказываете об этом в социальных сетях и агитируете других людей, то же самое сделать. То есть нужно понимать, что от того, какую форму мы выберем, то есть что мы делаем, зависит, как мы отчитываемся об этом. Если мы во время нашего флешмоба собрали средства, то есть, например, рассказывали, что вы можете пожертвовать средства на номер 3434, то обязательно на сайте этой программы, вот мы, например, если так будем делать, то мы обязательно на сайте программы «От сердца к сердцу» расскажем, какой был прирост пожертвований в этот день благодаря флешмобу. То есть все это важно. Обязательная после каждой акции обязательная вещь – это отчетность. В социальной сети с хэштегом, на сайте и пост-релиз для СМИ. Мы можем пропустить вспышку и не рассказать о том, что у нас что-то будет, но мы обязаны рассказать о том, что у нас что-то было и что у нас получилось. Это очень важно. Потому что, опять же, суть всей нашей подготовки к «Щедрому вторнику» о том, чтобы рассказать людям о благотворительности, о том, что она есть и что можно заниматься благотворительными делами и что нужно заниматься благотворительными делами. Это работает. Акцию-то мы можем, в общем-то, в любой день устроить. А вот поднять большую волну и единовременно рассказать, когда очень много людей единовременно что-то делают, вот это надо ловить. Это вот наши флешмобы. У нас было прекрасное историческое селфи, когда замечательные рыцари во время открытия Доброго Архангельска предлагали всем сделать историческое селфи. Опустить, примерить на себя какой-то костюм или сфотографироваться с замечательными аниматорами из клуба «Двинской град». Это вот наши помощники были в прошлом году на щедром вторнике. И опустить пожертвования в пользу тяжелобольных детей. Они за полтора часа собрали больше 6 тысяч. Ну, это как бы достаточно неплохо для короткого времени. И при этом мы еще предложили всем с хэштегами выложить фотографии с нашими замечательными друзьями. Рассказать о том, что людям обычным. И рассказать о том, что они приняли участие в благотворительной акции. На этой фотографии необычный человек. Это наш замечательный директор. А так у нас достаточно много в группе Доброго Архангельска фотографий с людьми, которые участвовали в этом флешмобе, фотографировались с рыцарями и помогали детям. Еще одна интересная форма рассказать о себе в честь «Чедрого вторника» и рассказать другим о том, что существует «Чедрый вторник» как это сделать событие для тех, с кем мы работаем. Это может быть бизнес, который жертвует нам средства или частные благотворители. Это могут быть организации, партнеры. Это могут быть люди, которые... Не спонсоры, а именно обычные люди, которые регулярно нам что-то жертвуют. Мы можем сделать для них день открытых дверей. Мы можем сделать для них какой-то праздник и пригласить их. Мы можем сделать для них какое-то интересное мероприятие, неформатное. Мы делали, например, кухню благотворительности и делали презентации в террасе наших проектов для наших партнеров, которые там тоже помогают нам работать. В том числе дают какие-то ресурсы, не обязательно денежные, а, например, помогают нам, размещая наши материалы, снимая для нас что-то. То есть работаем с теми, кто... делаем мероприятия для тех, кто что-то делает для нас. Нам нужно выбрать нестандартный формат обязательно. Это важно. Потому что, ну, просто пригласить... Можно просто пригласить всех на чай, на самом деле, но если мы хотим устроить людям праздник и показать людям, что они какие-то особенные, мы должны что-то особенное для них сделать. Что-то, что им было интересно. Просто собрать людей, допустим, рассказать о том, что там, сказать спасибо, это важно, это классно. И мы можем дать им сертификаты с благодарностью. Но хотелось бы, и все равно людям нравится получать какие-то эмоции, впечатления. Мы для этого делаем, например, кухню благотворительности, где... Это не нами придуманный формат, но это формат, который мы подсмотрели, и в рамках которого мы не только благодарим людей, которые нам помогают, и люди рассказывают о том, что они делают, но и мы даем им интересные впечатления. Они у нас режут салатики в это время и разговаривают о благотворительности, пока режут салатики. Значит, смотрите, мы обязательно внимание к деталям привлекаем. Это важно. Почему? Потому что если мы куда-то приглашаем людей и делаем для них какую-то интересную акцию, маленький праздник, то мы обязательно оформляем помещение, мы обязательно на кухне благотворительности выдаем им тапочки, фартук, ставим рлап, то есть создаем вокруг пространство, в котором им комфортно и которое напоминает о нашем мероприятии. Мы обязательно должны составить программу, потому что когда мы приглашаем людей, у нас в отличие от флешмоба, например, или акции, которая у нас идет все время по какому-то сценарию, уникальное мероприятие требует уникальной программы, которая нам поможет организовать что-то и понимать, что мы делаем. Кроме того, программа – это всегда такой хороший опорный документ, когда мы понимаем тайминг нашего события. Флешмоб, например, мы не ограничиваем его во времени, особенно если он онлайн. Акция у нас идет просто, допустим, с 12 до 2, а вот когда у нас есть какое-то какое-то мероприятие, то мы должны понимать, то есть мы не можем просто пригласить людей, посадить и 2 часа с ними разговаривать. Нам нужно понимать, как мы будем их отвлекать от обычного разговора и как мы будем им оперировать их вниманием, то есть чтобы им не было скучно. Мы собираем чек-лист, как всегда, в этом чек-листе у нас должна быть и программа, и помещение, и детали наши, которые мы делаем, которые мы приготовили для наших гостей, и части нашей программы, чтобы у нас, допустим, все, кто будет выступать, пришли и выступили, чтобы у нас все, что должно петь, пела, чтобы все, что должно играть, играла, чтобы все, что должно светиться, светилась. Дальше. СМИ и отчетность, естественно. Здесь отчетность может быть какова. Если мы совершаем какое-то мероприятие и не собираем на нем какие-то средства, то мы отчитываемся просто, что мы собрали своих друзей, что мы выяснили, что у нас их много, мы рассказываем СМИ о том, как они нам помогали и зачем мы их собрали. И если мы выдаем им благодарности, то мы рассказываем СМИ, в том числе и о том, что мы, за что мы их благодарим. То есть это должно быть что-то интересное, нестандартное, неформатное, за что мы их любим. И СМИ будет интереснее получить что-то тоже более объемное. То есть мы, например, можем рассказать, что компания, какой-то оператор связи регулярно помогает нам, когда мы выезжаем, обеспечивая нас, допустим, связью или коротким номером, или, допустим, продуктами, как у нас Петровский помогает нам с добрыми пакетами и с добрым молоком и водой. И мы, например, когда мы зовем наших партнеров, мы им рассказываем о том, что вот за это мы их благодарим, за эту помощь. Ну вот так вот мы оформляем. Наши детали это вот наши замечательные ангелы, которых мы дарим тем, кто к нам собирается. Это символика, это мелочи, пусть даже там браслетики, но это вот наклеечки, но они все снабжены символами нашего марафона Доброй Архангельской мы оставляем о себе что-то на память. И вот такие у нас есть еще замечательные штуки, которые мы тоже делаем на мероприятиях, наши детали. Это вот таблички, с которыми люди могут сфотографироваться и которые им очень нравятся. И на фотографиях, которые остаются у людей, остается память о том, что они у нас в гостях были. Или на кухне благотворительности. Вот у нас, пожалуйста, у людей фарточки, одни салатики делают, настоящие салатики. То есть это не просто название кухни, они прям смешивают что-то, а потом могут это съесть на то, что они намешали. То есть проходит действительно какое-то яркое, интересное событие. И вот у нас маленький флешмоб с надписью кухня. Теперь поговорим о том, что мы делаем когда мы придумываем сами какое-то мероприятие. Это моя любимая часть. То есть все, что я вам покажу, когда нам нужно придумать свое мероприятие, а не воспользоваться, допустим, уже готовым, все, что я вам покажу, это то, что проходило у нас в городе в тот или иной отрезок времени. для того, чтобы создать свое мероприятие интересного формата, можно использовать такой способ, как смешение двух форматов. У нас была кладовка и честный обмен. Кладовка это мероприятие, которое проводят мои большие друзья из организации Арт Севера Валентина Морозова. В рамках кладовки можно обменяться вещами. То есть ты приносишь целую, но скучную для тебя вещь и меняешь ее на другую целую вещь. Честный обмен это была экологическая составляющая, когда можно было прийти и обменять на вещи не только какой-то предмет одежды, но и, допустим, макулатуру или пластик, то есть вторсырье. Получилось такое смешение двух разных мероприятий, направленных на одну идею, то есть идею о том, чтобы вместо того, чтобы выкидывать вещи, дать им вторую жизнь или с одной стороны или переработку, когда речь шла о макулатуре, или обменяться ими, когда речь шла о кладовке. Еще один интересный вариант, это уже такой достаточно успешный кейс, это когда пристраивают собак из приютов людям старшего возраста, то есть для того, чтобы допустим бабушки и дедушки могли о ком-то заводиться, им подбирают в приюте собаку, эта собака проходит обучение, то есть это не просто любое агрессивное животное, которое бабушки привезли и сказали на, это небольшие собаки, которых воспитывают как компаньонов, с которыми идет стартовый пакет, допустим, корм, совочек для уборки за ними и этих собачек предлагают забрать бабушкам и дедушкам, которым не о ком заботиться, у которых, например, внуки бывают только летом в гостях и собачкам становятся сразу не одиноко у них появляются хозяева и бабушкам и дедушкам есть о ком заботиться, кроме внуков. Но, кстати, эта штука может сработать не только на пожилых людей, эта штука может сработать и, я думаю, что уже на взрослых жителей города, которые по каким-то причинам не хотят обзаводиться семьей, но готовы обзавестись компаньоном. Просто нужно предложить им не просто взять собаку, а взять уже обученную собаку или кошку или кого-нибудь еще. Это тоже такое смешение, когда с одной стороны пристраиваются животные, с другой стороны решается проблема социального одиночества людей. Можно посмотреть на вещи под другим углом. Не помню, к сожалению, где, а почему-то не подписала. Вот в одном из городов буккроссинг организовали в старых холодильниках. То есть, вместо того, чтобы с них сняли все, что там вредное и агрессивное для окружающей среды, и внутри положили книги и поставили у библиотек. И, собственно, люди могли приносить туда книги, которыми они готовы обмениваться, и забирать книги оттуда, которые они хотят почитать, которые они нашли интересные. Холодильники потом раскрасили. То есть, у людей тоже почему нет, почему-то не позволить людям раскрасить холодильники, в которых лежат книги. И получилась очень интересная штука, очень красивая с точки зрения городского пространства. То есть, холодильник с книгами ничуть не хуже книжной полки. Почему нет? Можно объединять разные форматы и выстраивать цепочки. Например, благотворительный фонд волонтеры в помощь детям-сиротам организовал такую цепочку. Он приглашает людей на мастерские, где участники шьют разные игрушки или набивают готовые заготовки наполнителем, а эти игрушки потом реализуются на мероприятиях, проводимых фондом. А вырученные средства от реализации таких игрушек идут на поддержку различных проектов, в том числе там дети в беде, теплый дом, семейные устройства. То есть одни люди что-то делают руками, шьют, помогают что-то сделать, а потом продукт их труда реализуется для помощи социальным проектам. Charity Shop так организован, если кто знает, это когда мы приносим свою одежду в Charity Shop хорошую от каких-то интересных там фирм. и одежда, которая очень хорошо выглядит, она продается в Charity Shop а допустим одежда там не от каких-то марок, я не со всей внутренней кухни знакома, а часть одежды идет прям как прямая вещевая помощь. Я вот в Charity Shop приобрела себе замечательную рубашечку пока мы были в благосфере на мероприятии. То есть это тоже очень удобный формат. это благотворительный second hand, где мы можем там найти что-то интересное для себя и при этом помочь. Про ресурсы. Для того, чтобы организовать какую-то акцию или флешмоб нам всегда нужен какой-то ресурс или для того, чтобы помочь эти ресурсы. Ресурсы это все, чем располагает наш проект, наша идея, в том числе трудовые, то есть кто будет у нас трудиться, финансовые, сколько нам на это нужно денег, материально-технические ресурсы, то есть что у нас есть, копир, фотоаппарат, камера, команда, время, информация, знания, технологии, это все наши ресурсы. И когда вы что-то решили предпринять, какую-то акцию, вам нужно обязательно подумать о том, как вы определяете, какие ресурсы нужны вашему проекту, где вы будете брать эти ресурсы. Вопрос не праздный, потому что, когда мы, например, говорим о том, что нам нужен ресурс на то, чтобы провести флешмоб с шариками, то все почему-то считают, что основной ресурс, которого им не хватает, это деньги. А вот то, что это может быть время, это может быть какие-то мелочи, чтобы эти шарики надуть хотя бы, или это могут быть люди, которые готовы в это время прийти и что-то сделать, об этом мы не думаем, поэтому, когда мы анализируем свои ресурсы, мы должны очень хорошо понимать, что нам действительно нужно. Так, времечко у нас так уже к 12. Ой, из другой презентации слайдик выскочил. Про ресурсы. Когда мы анализируем, что мы хотим сделать и какие ресурсы, и что мы хотим сделать, и что нам это нужно, мы отвечаем на 4 вопроса. Что мы хотим? То есть, причем конкретное действие. Здесь нужно ответить, что мы хотим провести, акцию, собрать средства, что-то купить, да, там для наших благополучателей. Что нам для этого нужно? Это небольшой план. Понятно, что нам там для того, чтобы купить, всегда нужны деньги какие-то, но не обязательно иногда нам, чтобы передать нашим благополучателям какие-то вещи, нам нужны эти вещи, а не обязательно деньги на их покупку. То есть, мы можем подумать в разных направлениях. Что у нас есть? И чего у нас нет? И обязательно отдельно мы должны подумать о том, чем мы можем поделиться с другими, потому что очень многие акции мы можем провести вместе с партнерами. И что мы готовы дать нашим партнерам? Или что мы готовы дать людям, которые нам помогут? Это ведь может быть не обязательно какое-то конкретное физическое вознаграждение, но мы можем хотя бы дать благодарность этим людям. Требы сказать им спасибо, что мы иногда забываем делать, и дать им хорошее настроение, и показать им, куда их помощь в итоге пригодилась, и что она действительно оказалась полезной и правильной. Это тоже то, чем мы можем поделиться с другими. Но вот на эти вопросы мы отвечаем. Те, кто были у нас на маленьких мастерских, на эти вопросы отвечали. Что мы хотим, что нам нужно, что у нас есть, и чего у нас нету, наши дефициты. Где взять деньги на свои идеи? Ну, проект писать нам уже сейчас поздненько, но можно, например, получить денег у кого-нибудь, кто регулярно раздает средства на то, чтобы провести какой-нибудь мини-проект и кому-то помочь. Найти спонсора, к нему тоже можно прийти с проектом, рассказать спонсору про щедрый вторник и рассказать о том, почему это важно и попросить у него средств. Почему нет? Это ничего зазорного в работе со спонсорами нет. Заодно, допустим, предложить в рамках щедрого вторника на волне вот этой вот большой рассказать о том, как нам помогли. Или не рассказывать, если спонсор не хочет. Устроить народное финансирование или сбор для чего-либо. Народное финансирование это когда люди нам приходят и отдают средства для того, чтобы мы что-то сделали. Так ребята в Севердвинске собирали на памятник велосипеду. Но я подробнее остановлюсь на это чуть позже. Для того, чтобы на самом деле для того, чтобы у нас появились деньги на наши идеи, для того, чтобы нам там люди их давали в рамках народного финансирования, спонсоры были готовы нам что-то дать или какие-то организации, которые выдают средства под проекты, готовы были с нами сотрудничать, нам нужно научиться о себе рассказывать. Писать о себе, придумать, говорить о себе. я готова предложить небольшое упражнение перед тем, как вы пойдете рассказывать кому-то о том, что вам нужна помощь денежная, чтобы потренироваться о себе рассказывать. Нужно выбрать любой предмет из находящихся в комнате и все, что угодно и рассказать о нем своим друзьям и своему другу. Причем связано, конструктивно, интересно и за определенный отрезок времени, например, за 2 минуты или за 5 минут, это, кстати, очень сложно, 5 минут говорить не останавливаясь. А те, с кем вы делитесь своим рассказом, должны оценить ваше выступление и сказать, какое у них было ощущение после вашего рассказа, был ли ваш рассказ информативным и было ли ему интересно вас слушать. Вот когда вы так потренируетесь, то вы сразу сможете понять, насколько интересно, например, людям или потенциальным спонсорам с вами разговаривать, насколько вы внятно рассказываете о том, что вы делаете. Понятно, что если вы работаете много-много лет и уже там у вас есть определенные навыки общения с теми, у кого вы там просите денег, то вы уже умеете о себе рассказывать. А когда вы только начинаете и у вас нету ораторских навыков, это может вам помочь. Причем эта штука работает не только, когда вам нужно составить спич для спонсоров, но и когда вам нужно рассказать людям о своей организации или людям на улице, которые подходят к вашим волонтерам и спрашивают, а что это вы тут делаете. То есть, поэтому, когда вы готовите благотворительную акцию и если во время этой акции вам нужно будет говорить, вы можете использовать это упражнение и потренироваться в том, чтобы рассказать о себе или рассказать о том, что вы делаете и почему вам нужно помогать. Ну, это вот еще одно упражнение, которое поможет вам проработать свое умение рассказывать о себе в рамках встречи личных. Когда рассказываете о себе и описываете конкретные действия, расскажите о гарантированном правильном результате, только честно. Если есть цифры, назовите их, но не слишком много, не больше трех-пяти цифр, иначе человек не запомнит. Это могут быть цифры ваших достижений и цифры помощи, которая вам нужна. Например, нам нужно пять машин на то, чтобы провести акцию. И обязательно будьте конкретны. Одно сообщение, один посыл и не повторяйтесь. То есть, если вам, например, нужно попросить у человека автобус на 30 человек, чтобы увезти эти 30 человек куда-нибудь на мероприятие, то вы рассказываете о том, что вам нужен один автобус на 30 человек. Не рассказывайте, что можно было бы еще, 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 а сосредоточьтесь на этом и расскажите человеку, зачем это нужно. О том, что если он даст вам автобус, то гарантированно 30 ваших подопечных, там, детей или взрослых, получат, доедут до музея, там, допустим, малые карелы, им будет там хорошо и весело, а потом едут обратно, и это будет конкретное доброе дело. Это как найти деньги. Их можно собрать на благотворительные акции, устроить народное финансирование, просто сбор, то есть, ну, регулярный сбор ресурсов и краудфандинг. Если вы делаете благотворительную акцию, не забудьте рассказать об этом в СМИ, рассказать об этом в соцсетях, ключевым людям разослать приглашение, если у вас это какое-то мероприятие, создать картинку для инфоповода, для журналистов, то есть, обеспечить какую-то визуалку, развернуть бурную деятельность до акции, то есть, рассказать о подготовке вашей акции, особенно, если это мероприятие, отчитаться, а не отчитать, простите, после, и поблагодарить всех, кто вам помог, сказать прям реально спасибо. отчитаться о потраченных средствах и показать результат. Если вы собираете деньги народным финансированием, то есть, люди вам приходят и дают деньги, и, ну, так как в Северодвинске делали, то есть, прям вот давали людям, то вы должны понимать, что вам должны, ну, это плохо, я на самом деле против таких вещей, потому что это помогает мошенникам пользоваться людской добротой, но бывают моменты, когда люди действительно делают хорошее дело, как северодвинские ребята, и у них нету юридического лица и нету счета, поэтому вы должны понимать, что если вы решились на народное финансирование, вам должны доверять, вы должны показывать работу на всех этапах, вы должны вести строгий учет средств, которые вам приходят, то есть, если вам вот пришло 200 рублей, вы прям пишете там в социальных сетях, пришло 200 рублей от такого-то, такого-то, вы должны показать, что сами вкладываете в проект, то есть, что вы делаете, вы должны показать все-все расходы, вы должны быть готовы к тому, что люди будут скептически относиться к народному финансированию и готовы быть отчитаться там за каждый потраченный рубль, как и благотворительный фонд, только еще круче, потому что фонд может предоставить счет для отчетности Минюсту, а вы нет, и вас будет проще обвинить в мошенничестве, и вы должны показать результат, который при этом четко будет биться с тем, что вы просили, если вы просили там денег, а не ресурсов, то этот результат должен того стоить, да, если вы устраиваете народное финансирование и собираете деньги в складчину вне каких-то счетов и фондов, вообще можете всегда к нам обратиться, у нас есть возможность садминистрировать собранные средства на наших сайтах, и так вам будет наверное попроще отчитаться. Краудфандинг это сбор на платформе, вы должны быть готовы к сервисному сбору за использование платформы, вы должны собрать деньги на свой проект в указанные сроки, вы должны очень много рассказывать о себе, и вам придется работать офлайн и онлайн, то есть вам придется офлайн рассказывать людям о том, что у вас на краудфандинговой платформе, например на планете есть проект и посылать туда людей, не только в сети работать с этим, но и вообще везде. Все, вот это волшебный сайт givingthusd.ru на котором вы можете найти подробные пошаговые разборы того, как провести волонтерскую акцию, спортивную акцию, день открытых дверей, вообще все что угодно, там много форматов, заходите на сайт, на этом сайте берете раздел инструменты, вы вводите, если вы частное лицо, то для частного лица заходите в раздел, если вы НКО, заходите в раздел для НКО, и там прям подробные пошаговые инструкции, вот шаг 1, шаг 2, шаг 3, и в общем-то на экранчике здесь я вам тоже покажу, сейчас мы приблизим, вот такие вот подробные инструкции, это у нас волонтерская акция, или день, или как провести спортивное мероприятие, тоже вот у нас есть подробные инструкции, все вот эти штуки вы можете найти на сайте GivenTuesday. Всех, кто будет с нами сотрудничать в рамках Щедрого вторника, а в рамках Щедрого вторника мы уже там много чего предлагаем, и помощь в поиске ресурсов на вашу акцию, и информационное сопровождение, и администрирование средств, если вам нужно собрать средства, мы предлагаем всем для начала заглянуть на GivenTuesday, зарегистрироваться там, ну и заглядывать на наш сайт, где мы рассказываем о том, какие мы проводим перед этим флешмобом 28 числа он будет, какие мы проводим активности. Приглашаю вас всех на встречи по тому, как разработать благотворительную акцию, это офлайн встречи, приходите, звоните, записывайтесь, мы с вами подумаем, что мы можем сделать. Всем спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok